Камил, мы всем с вами после футбольного матча, да, сейчас проходит чемпионат Европы, следите за ним, кто может быть из футбольных сборных на чемпионат Европы, вам нравится? За Португалию болею, мне симпатизирует Рональдо. Голландцев как-то с детства, ну, они мне интересны всегда были, за немцев никогда не болел, всегда болел против них, советское детство. Ну, в целом, Франция, там может быть сейчас не, ну, все-таки как-никак Мбапе, Кризман, плюс Испания традиционно. Ну, сейчас смена поколения у Испании была, как бы не было, всегда интересны. Итальянцы, Донорума в отдельности, ну, следим за всеми европейскими сборными, ну, там есть, там, условно, Словакия, Чехия, этим не так. В общем, я думаю, как и всем нам вообще, Фиолетовым, Словения, там еще кто-то. Сербия. Ну, то же самое, сейчас, извиняюсь, Шарип, я через, подойду к вам! Да, ну, то есть, ну, эти страны такие, как сказать, без каких-то победных традиций, что ли, и за ними не следишь. Ну, то есть, я не хотел бы в финал какой-нибудь, там, Словакия против кого-то. Его и не будет, конечно, но хочется, когда в финале играют гранды, когда у тебя ожидания, когда ты знаешь имена людей, которые выходят на поле. Вот так. Сегодня Владимир меняет, забил Магомеду Смейлову. Плохую пенку, кстати. Это веру Магомеда себя как-то подорвало? Абсолютно он даже, мне кажется, не моргнул, и даже, мне кажется, и не понял, что произошло. Ему все равно. Он кайфовал от матча, болел за своих. Его команда в драматичном концовке сравняла счет, что его больше ничего не интересовался. А вам кажется, что такое большое количество пресс-конференций, активностей, ну, теряется нерв, может быть, из-за того, что они так часто друг друга видят, улыбаются, смеются, и как бы ничего-то может не хватить. Нет, нерв был потерян уже довольно давно, поэтому хоть ты 10 конференций проведи. Они уже настолько потом действительно от этого устанут, что просто захотят быстрее другую рожу набить. Мага правильно сказал, 20 июля все изменится. Это сейчас ха-ха-хи-хи. Как только бой начнется, это будет, мне кажется, очень драматично, потому что все равно у каждого есть друг к другу какие-то вопросы. Вот мы вчера с Вагабом Вагабом общались, и он сказал такую фразу, что конфликты парням уже не нужны, потому что они на таком уровне, когда их бой и так интересен всем, даже без какого-либо конфликта. А вот что касается пресс-конференций, действительно ли они необходимы в таком количестве, чтобы подогреть интерес к этому бою, который как будто бы и так будет? Он прав. Я сравниваю это противостояние уже не первый раз с боем Усика и Фьори. Понятно, что там мировой масштаб, здесь российский, федеральный. Но параллели не избежать, а не в том, что Фьори и Усик же не хейтили друг друга, не накидывали говна на вентилятор. Они просто сегодня заслужили того, что все посмотрят их бой. Узнаваемость. Здесь то же самое. Внутри России все равно Исмаилову, Магомеду и Володе максимально узнаваемость. И все знают их как бы даже в паре. И скажи людям, что новый бой, народ даже не задумывается о том, по каким правилам, просто включит телевизор. Я не говорю про тех, кто придет на арену. Это вообще отдельная категория, скажем так, гостей. А вот если конкретно про зрителей на канале, то все включат, без исключения все. Камил, у них было три пресс-конференции. Кто победил по итогам трех пресс-конференций? Победитель не выявлен, но очевидно, Мага был более эмоциональным. А Володя работал вторым номером. Как будет в бою, мне кажется, что это похоже будет. Камил, недавно прошел Тунис в Саудовской Аравии. Уже вы его, так скажем, обозревали на своем канале. Но вот вы такую вещь сказали по поводу боя Павловича и Волкова, что нужно подождать, пока Сергей опубликует какое-то заявление в соцсетях. Вот он опубликовал, и там именно по поводу конфликта нет ни слова о том поступке его. Как думаете, правильно ли Сергей Петербург стал как-то на этом акцентироваться? Ну, если мы от него этого ждали, он это не сделал. Ну, проанализировал для себя, может быть, он прав, потому что он-то со всех сторон проанализировал. То есть, это же его история. Может быть, он какие-то в этом увидел риски или негативные для себя последствия. А я вот, если сильно не углубляться, просто по-болечески, я бы, конечно, хотел, чтобы он сказал, что парни, ну, на эмоциях, что всякое бывает, оттолкнул Саню, который шел со мной там попрощаться, поздороваться. Что, вы же тоже на эмоциях бывали и так далее и так далее. Я бы вот это, наверное, хотел услышать. Ну, давайте скажем так, что ему виднее. Сергей говорил вот в течение медиа-недели, что ему юмор Волкова непонятен. А вот вам понятен юмор? Вам смешно было там о твоем интервью, каких-то его там ремарах? Ну, по крайней мере, хоть что-то делает. Серега вообще ничего не делает. Серега просто дерется. Это его позиция, окей, имеет право. Но мы же знаем, что сегодня люди в единоборстве, которые являются, по сути, шоу-бизнесом. Нужно чего-то другого. То есть юмор Волкова может нравиться, может не нравиться, но он, безусловно, есть. А у Сереги ничего нет. Ну, кроме того, что там вот этого делает. Нет-нет, да? И делает это круто, безусловно, да? Кроме этого, я ничего не вижу в его исполнении. Если вернуться к его последнему посту касательно проигранного боя, то, что он не упомянул, вот коллега отметил, он не упомянул вообще имя Александра Волкова в нем. Говорит ли это о том, что, возможно, в их взаимоотношениях уже поставлена точка, и мы никогда их в соприкосновении к какому-то не увидим? А я думаю, мы его и не увидим. Потому что они карьеру завершат лет через пять, а за эти пять лет они больше уже в одном зале не пересекутся. Он, видимо, на весь зал огорчился. Он же в этом зале тренировался. А потом перестал в нем тренироваться. Ну, и, видимо, что-то там есть у него претензия какая-то. Сейчас же он как бы проиграл не только Сане, но и проиграл его команде, да? А он будет с этой претензией, я думаю, до конца карьеры. Ну, а что там будет дальше, когда они оба уже завершат, да кого это волнует? Один в Москве, другой в Ростове-на-Дону, они, может, не пересекутся. Все, эта история, по сути, закрыта. Волков после боя сказал, что менеджеры Павловича зря предложили Павловичу бой. И сам Павлович говорил, что этот бой, в принципе, до боя ничего не дает. А стоило ли еще принимать? Абсолютно. Во-первых, ничего ему не дает. Во-вторых, это неудобный бой для него. По одной простой причине, о которой мы уже все не раз говорили и знаем. Они тренировались в одном зале. Зачем Сереге бой с человеком, который его выучил уже от и до? По этому принципу можно сказать, что он и Волкову не нужен. Но Волкова-то ниже в рейтингах. Для него выиграть у третьего номера – это круто. Сейчас же это круто. Посмотрите, он его, в принципе, разобрал. Встал в левшу, все время бил ногами. То есть использовал дистанцию. Руками, не вкладываясь, бил прямые удары. Просто постоянно Серегу останавливал. И все. И умудрился там где-то избежать плотных соприкосновений. Ну, там все лицо он разбил же тоже. Там же не было-то ножа практически в ударах Волкова. Пару раз он так попал плотно. В основном тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Он его переиграл просто, ну, скажем так. Именно за счет вот… Ну, как любительские, возьмем любительское соревнование, да, спортивное, где работа на очки. Вот он в лучших традициях… Ну, что, он в Ашхаре каратэ по вам дрался. Вот он в лучших традициях Ашхаре каратэ обыграл Серегу по очкам. Все. Спокойно. А Серега так и не подобрался. И в каких-то ситуациях выглядело уже просто даже нелепо. Если Волкову сейчас закрываем шестом, он спиналом сильно изменится? Ничего не изменится. А спинал его свалит вниз и внизу финиширует. Неудобно. Просто неудобно. А спиналь очень там умный и со всеми дерется. А с полой очень, видите, как вышел и начал драться? Начал именно бить, да? То есть он все время, он по спиналь крутой очень, он подстраивается, делает все там, неожиданные какие-то вещи абсолютно применяет. Ну, просто борьба у спинали на другом уровне. Там я слышал, Сане дали черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, но, наверное, все-таки в этом есть доля респекта за его заслуги в ММА. А второе, он все-таки тяж, их не так много, и там можно в тяжах все-таки как-то проще немножко развиваться, да, в этих дисциплинах. А вот если взять бой ММА, ну, не сделаем мы из Сани Волковой никогда там выдающегося борца. Да и не надо, наверное. Но, тем не менее, чемпионские амбиции, вот, вы видите в нем, то есть шансы на титул? Ну, я думаю, что чемпионом Сани Волков, наверное, не станет, но в топах будет сидеть много лет. Потому что парень реально развивается, он реально развивается во всем. А какой английский выдал? Просто красавец. Да. По подготовке, по тренировочному лагерю, вот, меньше месяца осталось, все как тренер. Что ты посоветуешь, на что сделать у Бор и Магомеда, и Владимира, чтобы вот именно на эти 8 раундов хорошо... Тут я вспомнил, что я тренер высшей категории по самому новичку. Да, я понимаю. Этот, смотри, во-первых, я им посоветую просто тренироваться. Как бы ни было, оба это делают. Но, я думаю, что происходит примерно следующее. Они каждый раз себе говорят, все, вот сейчас вот пройдет вот это мероприятие, и я уже плотно на лагерь присяду. Нет, вот сейчас вот это пройдет, и сейчас вот, вот сейчас я возьмусь. А осталось меньше месяца до боя. Поэтому 8 раунд... И сейчас Владимир Минейф уехал на сборы. Три недели он будет на этих сборах. А первую неделю он будет еще получать там рассечения какие-то, микротравмы, да, так же сборы начинаются, да, зачастую. И потом, успеет ли он? Большой вопрос. Будет у них допинг-контроль? Нет, не будет. А зачем? Ну, как бы не вижу смысла, если честно. Питала нет. Я не говорю, что они на допинге, но я и не говорю, что нужно их там проверять, там, и так далее. Абсолютно... Мне вообще абсолютно все равно. Я бы... Я бы вообще допинг-контроль бы на территории всего постсоветского пространства вообще бы отменил. Но его, наверное, и нет. Потому что в этом нет никакого смысла. Ну, дерутся люди и дерутся. Как? Это их выбор. Я против допинга, да. Но если они хотят там допинг жрать, круто выглядеть, на равных конкурировать, драться там, как роботы по 30 минут, ну, пускай дерутся. Ну, дистанция контроля они проходят? Ну, это естественно. ЭКГ, там, МРТ. Это все они сделают. Но допинг-контроль это немножко другое. Камила, вот как промоутеру вопрос к вам, возвращаясь к UFC. Вот сейчас Волков вызвал на бой Джона Джонса, но с ним непонятная история, потому что Дан Уайт вроде говорит, что он должен вернуться в августе-сентябре, но точно информации никакой нет по поводу Джонса. Вот вы бы на месте Дана Уайта как бы поступали, когда у вас есть чемпион, который долго не защищает свой пояс, да, в тяжелом весе, но при этом его звездность, она как будто бы не позволяет лишить его этого титула? Да, так и есть. Там уже давно нужно разыгрывать реальный пояс. То есть есть аспиналь, но ему и соперника надо сейчас найти. То есть там реально в тяжах же везде проблемы, и она очевидна. Ну, с кем должен драться аспиналь? Вроде как с Кертисом Блейдсом договорились. Ну, Блейдс тоже воспринимается всегда такой, как возле топов, топ, но не чемпион, как будто бы в головах у людей, потому что много проигрывал, там проигрывал топом всем, которые сейчас там в топе, да, не то. Самый законный бой это аспиналь Джонс, на мой взгляд, да. Ну, чтобы Джонс подрался со спиналем, Джонс должен форму набрать, все же это понимают. А Волков, ну, сейчас если сказать, что Волков завтра дерется со спиналем, это невозможно, потому что был односторонний бой. А если сказать, что Волков дерется с Джонсом, во-первых, это вызовет немножко улыбку, во-вторых, недоумение, скажут, насколько перепугать вообще, где Волков, где Джонс? Ну, не добежал Саня, да, у него там страйк из четырех побед, как будто бы еще одной крутой победы. Вот если Волков подрался бы с Блейдсом, например, и вот победитель этого боя, например, подрался бы уже, не важно, со спиналем или с Джонсом, это был бы законный бой, я считаю. Тем не менее, Волков говорит, что Блейдс для него один из самых неудобных соперников вообще. А кто вот для Волкова удобен среди топов? Как мы выяснили, Павлович. А еще? Джонс неудобен, а спиналем неудобен. Меч, можно с Мечище подраться, почему бы и нет. Саня так, да, Мечище больше имя, но в принципе я бы не сказал, что Мечище. Ну да, борьба есть, но так что прям удивил бы Саню чем-то, я бы не сказал. Пускай Мечище просят. Есть ли какой-то инсайт, под какую музыку будут выходить Владимир и Магомед? Магомед вообще обычно без музыки выходит. Подрыг в тишине. Не, он подрыг выходит. Камил, еще неприятная такая тема. Все мы в курсе о том, что произошло вчера в Дагестане. И сейчас СМИ пишут о том, что в этом теракте участвовал боец ММА. Какой-то, что он там тренировался в школе Абдулманапа. Но школа Абдулманапа уже заявление выпустила, что там всего один сбор проводил. И пишут сейчас, что хотят проводить проверки залов ММА на предмет именно, ну, то есть, приходите искать, грубо говоря, каких-то террористов. Правильно ли это вообще? Да, кого искать? Искать там идиотов, да, или сволочей, которыми являются те, кто это сделал. Но так не найдешь никого, да, это очень субъективно. Проверять людей. Они же даже, по большому счету, искать какой-то религиозный подтекст в произошедшем, я считаю, что не совсем верно. От того, что люди пошли там устраивать теракт, синагогу и в церковь, это не значит, что они там верующие мусульмане или там, или даже радикальные мусульмане. Да нет, они просто, ну, вообще не люди, да. Там нет религиозных подтекстов, там просто какая-то шиза, да. Поэтому по какому принципу будут эти залы проверять? Ну, они сейчас зайдут, сто пацанов тренируются, ну, и что дальше? И давайте так, если из пяти террористов один оказался бойцом ММА, это даже мало. Потому что в Дагестане каждый пятый как минимум просто тренировался обязательно и занимался ММА. Где-то там выступал. Поэтому в этом ничего удивительного нет. Давайте прямо скажем. Ну, а можно, например, вот школа Булманапа, ну, или другая, любая школа, там, любой другой зал, нужно, чтобы они как-то, там, какой-то более строгий был контроль устроен? Ну, ну, вот в этом плане на предмет того, а чем занимаются люди, которые к тебе в зал ходят, это да. Но это не правоохранители должны делать, а, в принципе, тренеры. Ко мне приходят вот 20 человек. Ну, сейчас, знаете, вот Расул Магомед Алиев, например, тренер, да? Ну, сейчас возьми любого пацана, кто у него тренируется, их там тренировки 50 человек, спроси, он тебе расскажет про каждого из них. Что пацан делает, из какой семьи, кто он. Поэтому это, это тренер, в принципе, берет такие вещи на собственный контроль. Это нормально, абсолютно. Поэтому, ну, здесь я не знаю, здесь я вот механизм себе очень с трудом представляю. Переписывать всех. Как бы, если ввести такую систему учета, ну, худо не будет. А что такого, если у нас все будут, в принципе, поименно учтены, да, все занимающиеся спортом? Это, в принципе, же и для индустрии неплохо, чтобы понимать, насколько у нас людей, которые этим спортом увлекаются. Вот так. Поэтому он... Какой-то механизм будет запущен. А что? По-своему, давно пора. Просто я его себе с трудом представляю.